дорогие друзья как вы уже догадались мы сегодня идем в магазин кос мы находимся в шопинг-центре square one город миссисага пригород торонто и разглядываем витрины сначала черно-белые очень красивое сочетание бесподобные какие-то огромные совершенно широченные белые брюки и вот посмотрите какое платье я увидела на витрине я просто обалдела для кос это очень смело очень ярко потому что кос это такие базовые вещи капсульный гардероб ну в общем кос конечно отжигает в этом сезоне вот эти самые брюки я стала их рассматривать я взяла примерочную немножко я вам сделаю такую экскурсию по магазину совсем небольшую а потом будут примерки и я буду примерять очень интересные очень красивая вещь никуда не уходить и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 стоит довольно дорого, но очень красивый и хороший состав. Сидит так красиво. Знаете, вот шестой размер, кстати. Я видела, что он большой, я не стала брать ни восьмой, ни десятой, потому что я видела, что он очень широкий, много тканей, как и все вот эти вот стальные клади, которые я принесла. Ну, красиво, конечно, девочки, супер, очень красиво. Видите, как он сделан? У него сзади немножко такая отрезная спинка и подкладка пришита вот здесь, вот прямо внутри. Тоже очень аккуратно, очень все хорошо сделано. Стоит он недешево, 275 долларов, шестой размер. Ну, хороший состав, хорошие ткани. Это, конечно, многого стоит. Что-то здесь написано, так написано, что непонятно на каком языке. Это, видимо, какая-то, ну, не знаю, коллаборации же они не делают. Вот эти все платья, видите, они вот такой вот, вот имеют вот такую вот этикетку. В общем, я, может, потом на веб-сайте посмотрю, что это значит. Сейчас не буду говорить, потому что я не очень понимаю, что здесь написано, но они, видите, одинаково примерно похожи по тканику, по расцветке, поэтому я так понимаю, что это какая-то их линейка, какая-то их, видимо, коллекция. Еще одно платье подобное, значит, оно тоже шесторазмерное, оно намного как-то больше, прям большое, оно не прямо очень велико как-то. Наверное, надо было четвертый даже. Но вы понимаете, да, идею, оно тоже очень такое широкое, очень объемное, здесь у него два разреза с каждой стороны, карманы, вот разрез здесь тоже. Здесь, видите, не на бретельках оно, на такие вот у нас сделаны плечики, тоже, конечно, офигенная, совершенно невероятная расцветка. Тот же самый состав, тоже дофига стоит, шелк с хлопком сверху и подкладка из хлопка. Ну, в общем, вот такое вот оно, конечно, огнище, что вам сказать, бомба-ракета. Очень красивая расцветка. Обычный фасон, простой, ничего особенного нету, но он настолько что-то прямо необыкновенный. Единственное, что, конечно, они как-то его очень, очень сделали большое. Это шестой, опять же, теперь весь размер, посмотрите, какой он огромный, очень большой. Вот это все-таки желтенькое как-то было поменьше размеров. Ну, это так надо, наверное, имеется в виду, что это такой фасон, что он должен быть вот такой вот огромный, прям огромный балахон. В общем, у него спереди какой-то рисунок, а сзади, я так понимаю, что у него, видите, нету рисунка. Сзади она затронная почти, но я потом тоже на лежнике покажу. Вот такое вот платьишко. Плотно, конечно, коз жжет в этом сезоне. Я даже не знаю, это что-то летний, летний сезон. Вроде что, как бы, лето кончается, но они что-то выставили. Сейчас вывесили эти платья, наверное, это какой-то еще, ну, не осеннее же это платье, наверное, все-таки это какой-то летний, конец лета, так скажем. Так, оно, конечно, очень большое и не дешевое. 290 долларов стоит. Оно еще дороже, чем желтый сарапан. Ну, у него как бы больше ткани. Тоже очень хорошо сделано. Видите, подкладка черная сзади, вот идет вот не до конца, а до... Как же мне вам показать? Ну, в общем, такой вот, как будто бы просто манишка такая сзади, а спереди подкладка белая, пришита изнутри. И она где-то до... Вот до сих пор. Вот до сих пор. Вот здесь она кончается. То есть где-то на уровне... Ну, вот, чуть ниже... Одному месту, не знаю, как сказать. И сзади, видите, оно сделано так, что сзади у него практически нету рисунка. Только чуть-чуть вот с этой стороны заходит. Так вот красиво все обработаны края, конечно. Да. Очень достойная вещь. Конечно, такой, знаете, необычная ткань, необычная расцветка, очень хорошее качество. Хорошо сделано. В общем, очень достойный, но, конечно, и стоит недешево. Еще один серафан. Очень похож на вот этот вот желтый. Вот на этот вот желтый точно такая же, абсолютно точно такой же фасон. Он тоже вот так вот сзади отрезан, спереди вот такой вот вырез в ретельчике. Видите, абсолютно такой же. Но ткань попроще, подешевле. Ткань только хлопок и подкладка совсем маленькая вот только до сих пор. Здесь-то в этом подкладка была до колена почти. Но тоже карманы, тоже вот такая вот ширина. И ткань попроще. Только хлопковая здесь был шелк с хлопком, поэтому оно немножко подешевле, этот серафан. Но он тоже очень красивый. Очень большой расход ткани. 5 метров пошло, как я всегда говорю. Не пожалели. И, конечно, тоже вот этот вот красивый фасон, что здесь вот оно облегает, а здесь вот оно расклешается от груди. Как-то вот это, знаете, такой покрой солнце-клёш. И сзади вот эта отрезная спинка, за счет этого получается, что он сзади тоже очень красиво лежит. Видите, как он сзади? Он тоже такой довольно расклешенный, но не такой, не так много ткани, как спереди. За счет этого спинка не получается такая уж как будто бы объемная большая. И мне кажется, что это хорошо они придумали, здорово сделано. Ну, как опять, конечно, длина. Слышком она мне длинная, как все вещи в квоз. Но платья тоже красивый платья. Серафанчик. Очень открытый вырез большой. Мне это не очень нравится, потому что я не люблю так ходить. Не знаю. Не то, что там какая-то пуританка скромница. Ну, как-то мне не очень комфортно. У нас не принято в Канаде, знаете. У нас принято так ходить на пляже. Опять же, в отпуске на Карибах. Ну, может быть, какой-то... Не знаю. Ну, в общем, как-то у нас более или менее народ прикрывается. Скромные у нас люди. Но вы знаете, что я знаю, для кого они делают вот эти выреза. Это делается для девочек худеньких, плоских, которые носят это без белья. И тут тогда получается не такой прям декольтаж знойный. А получается такой, знаете, поприличнее это выглядит. Но то, что есть у меня, то есть. Красивое платье тоже. Красивая расцветка. Видите? Такая нежная очень... Такая неяркая, но в то же время очень-очень симпатичная. Видите, цена совсем другая. 150 долларов. Тоже шестой размер. Потому что это стоило 275. За счет того, что шел под добавлен ткань. И здесь, видите, вот подкладочка совсем коротенькая. Только вот до самого... Только вот до груди. И видите, вот здесь вот уже такой вот не слишком качественно обработан вот этот край. Все уже совсем не то. Хотя тоже, знаете, 150 долларов это тоже не дало. Совсем не бесплатно. Что-то они уже так прямо... Здесь, вот видите, как-то получше это все сделано, поаккуратнее. А здесь так вообще прям такой шов еще здесь такой специальный. Да. Ну, хороший, хороший сарафанчик. Единственное, что, конечно, немножко они тут... Испортили, конечно, шов. Ну, для кост, 150 долларов это, в общем, дешевое платье. Поэтому они уже не старались особо. Ну, что ж. У нас сегодня были вот такие короткие примерки. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Очень красивое платье вот в этом вот. Сейчас вот прям в кост. Я надеюсь, что вы мне поставите лайк. Ну, или дизлайк. Может быть, вам не понравилось мои примерки. Тогда можете спокойно, совершенно смело ставить дизлайк. Я понимаю, не обижаюсь. А на сегодня все. Увидимся в следующем видео. С вами была ваша дитя из Канады. Люблю, целую. Пока, пока, бой.